Эти главы, которые, недельное чтение, 44 и 47 глава, они, по сути, являются кульминацией всех действий, которые произвел Бог через Иосифа. Здесь он открывается своим братьям и в дальнейшем спасает весь свой род. Здесь мы можем взять из этих мест Писания для себя очень три важных уроки. Первый урок, он на прощении. Мы знаем, как сложно простить, когда кто-то тебя обидел. Тем более, если представить себя в ситуации Иосифа, это вообще очень сложно простить было своих братьев. Ему пришлось 20 лет там даже больше пробыть то в рабстве, то в тюрьме, в разных ситуациях, и не видеть своего отца просто из-за того, что они сделали. Но что же дало ему эти силы, прощения? Почему ему было это сделать так просто? Ответ на это в 45 главе с 4 стиха. Подойдите, сказал Иосиф, и братья подошли. Это я, Иосиф, сказал он им, ваш брат, которого вы продали в Египет. Но не мучайтесь, не терзайте себя за это. Ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь. Вот уже два года, как длится голод, и еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы. Бог послал меня сюда прежде вас, чтобы ваш род уцелел на земле. Уцелел и стал многочисленным. Невы, Бог отправил меня сюда и сделал так, что я стал фараону отцом, господином над всем, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской. Что тут видно? Здесь видно, что Иосиф, он осознал, что есть Божий план. Он осознал, что этот план предусматривал, и братья, по сути, невиноваты. И все это часть большого плана, который привел к спасению его рода. И этот план был гораздо шире, и спасение других народов, но тем не менее, как бы, основная часть была в спасении народа Израиля. Мы можем взять это так же, как в своей жизни это применить. Как прощать того, кто тебя обидел. Возможно, стоит остановиться и задуматься, а нету ли здесь какого-то Божьего плана, чтобы изменить что-то во мне? Возможно, этот человек, он является каким-то таким возбудителем в тому, чтобы я наконец обратил на что-то внимание в своей жизни. Второй важный урок, это он о том, как нужно искать Божью волю. Мы часто идем по жизни и видим, вот здесь хорошая возможность, пойду, наверняка это Божья воля. Мы набираем по три работы, говорим, я теперь обеспечен, но у меня нет времени ни на семью, ни на служение, ни на что. Это Бог меня благословил. Но не может быть в этом Божьей воле. Очень важно, перед тем, когда мы видим какую-то возможность в своей жизни остановиться, воззвать к Богу и спросить, действительно ли есть воля Его, чтобы не двигаться в этом направлении. Хороший пример этому дал Иаков. Он очень хотел видеть Иосифа. Он очень хотел, чтобы его рот, он был спасен и не умер от голода. Он очень хотел, чтобы его рот был спасен и не умер от голода. И это прекрасная возможность, тут он слышит, что Иосиф жив и они спасены будут от голода. Он понимает, что Иосиф хий и они не умер от голода. Но он прекрасно помнит обещание Бога для Авраама и Исаака и его тоже. Но он также помнит, что земля, на которой они сейчас живут, она принадлежит им. Что Бог позаботится о них на этой земле. И у него происходят какие-то несостыковки. Почему мы должны выйти в Египет? И он идёт в Бер-Шеву и приносит жертву. Чтобы получить ответ от Бога, действительно это его воля или нет, идти ему в Египет или нет. Из первых стихов 46 главы как раз происходит это. Израиль собрал всё своё добро и отправился в путь. Придя в Бер-Шеву, он принёс жертву Богу своего отца Исаака. И Бог позвал его в ночном видении. «Иаков, Иаков!» «Да!» – ответил Израиль. «Бог сказал, я Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет. Там я произведу от тебя великий народ. Я сам пойду с вами в Египет. Я сам выведу вас оттуда». Иосиф своей рукой закроет тебе глаза. И Иаков оставил Бер-Шеву. Здесь мы видим, что несмотря на все свои чувства и эмоции, Иаков пошёл, чтобы получить ответ от Бога, для того, чтобы двигаться дальше. Мы видим, что все эти эмоции, которые находятся в Иаков, Он всегда был виноват от Рацион Иллюхим, как он продолжает идти. Очень важно остановиться перед какими-то действиями и преодолев эмоции, всё-таки в первую очередь, вызвать Богу и узнать Его волю. Это очень важно, чтобы устроить и понять от Рацион Иллюхим, наоборот, все эти эмоции, которые находятся в Иакову. Он хочет нас доверять Богу. Это видно, как через всё, что прошёл Иосиф, проходя через рабство, тюрьмы, он всегда оставался верным Богу. Он доверял и верил, что Бог его выведет из всех этих ситуаций. И так и происходило раз за разом. И в конечном итоге он увидел, что действительно это был план Божий в его жизни. Доверие Богу, даже если изначально какие-то вещи кажутся сомнительными, но если ты доверяешь, оно всегда окупается, и даже сверху. Мы не всегда знаем пути, которые имеет Бог, но результат, который мы получаем, если мы доверяем, он впечатляет. Не всегда мы понимаем над даркой Иллюхим, но когда мы получаем от Отца, мы понимаем и мы действительно окупаем это. Это мы видим, как в 47 главе с 11 стиха, мы это видим. Иосиф, как и повелел ему фараон, поселил отца и братьев в лучших краях Египта, в области Рамзес, и наделил их там землей. И отцу, и братьям, и всему своему роду Иосиф выделил зерно каждому по числу детей в его семье. Что интересно из этого стиха? Если мы вспоминаем всю историю, когда дальше происходит голод, год за годом, Египтяне, они приходят, им уже нечего приносить в обмен на зерно. Да, Египтяне тоже были спасены благодаря тому, что сделал Иосиф. Но в конечном итоге, они все были, они все продали, они стали рабами, они продали себя, и отдавали пятую часть от своего урожая в фараону. Каждый египтянин, но не евреи. Евреи, они были на довольстве и получали свое зерно каждый месяц. Они не выращивали это зерно и первые семь лет не отдавали их в казну. Они не должны гадалить алгоритм и отдать охозы месообие в фараону. Это все сделали египтяне. Они не отдали никого из своих стада, ни животных, никого, в рабство, ничего не отдали. Но они имели полное обеспечение. Потому что Бог приготовил это для них там. И это очень чудесно, потому что они доверяли, они шли за Богом, везде, во всех своих путях, да, отходили, но доверяли Богу и шли дальше. И благодаря этому доверию они получили результат. Они были спасены, но при этом они не приложили никаких усилий для этого. Да, был Иосиф, который прошел через это все, но остальные они просто пришли благодаря Иосифу. Это своего рода чудо, потому что они не знали, как выйти из голода, но они получили решение. И это говорит о том, что Бог, он верен своему слову, и то же слово он говорил Аврааму в свое время, о том, что он ведет народ, и, конечно, он говорил больше о том, как еще потом будет рабство, и выйдет потом народ, но, тем не менее, слово, оно было исполнено. Я хотел бы подытожить эти главы. Понимание Божьего плана, оно приводит к прощению в нашей жизни, к отношению к другим людям. И важно искать Божьего волю во всех наших путях. Обязательная обратная связь с Богом в нашей жизни, она помогает нам преодолевать многие трудности. Доверяйте Богу, и не давайте места сомнения. Он не подведет, и это обязательно окупится в нашей жизни. Он не подведет, но не подведет. Он не подведет. Аминь. Аминь. Продолжение следует...